и всем привет дорогие друзья с вами по-прежнему и алексей сегодня вашему вниманию я бы хотел представить свое новое видео видео из рубрики обзора модов и сегодня у нас снова обзор мода как для american truck симулятора так и для евро truck симулятор 2 собственно это опять слитый приват от рта это снова kenward только уже у нас сейчас этот раз не 609 пом 609 у нас был в прошлый раз на обзоре сегодня у нас 908 он несколько отличается от предыдущей модели то есть у нас другие фары но другая оптика так в принципе они очень даже похожи то есть у нас даже салоны практически идентичные но все равно сегодня мы сделаем полный тест-драйв полный обзор этого мода на если вдруг кто-то уже с ними знаком и просто зашел его скачать то ссылочки можете найти в описании и так продается это все дело естественном автосалоне kenward после того как скачете установите там вы это сможете найти в етеске к сожалению не помню ребят вот честно не помню но в описании обязательно напишу и так на давайте мы на него поглядим в очередной раз очень согласитесь очень похож единственное что у нас вот все таки да другая оптика до другая форма там все-таки такие знаете обтекаемый такой силуэт морда такая более под аэродинамик подходит здесь уже у нас такой конкретный лютый классик изначально он перед нами стоит в кабине дайкэп обычная шоссе 6 на 4 ничего особенного здесь абсолютно у нас нет блин ну какая же вот 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 так вот смотришь на него просто зверюга вот на самом деле классная машина и так на по кабинам у нас их четыре штуки как я говорил дайкэп а дальше у нас идет флэт топ то есть ну принципе тот же дк низкая но плюс ко всему на сзади еще ставится с палочка капцы это уже что-то вроде аэродинамика или как она там правильно именно американских kenward так называется либо studio slipper это самая огромная кабина здесь по-моему аэродинамик то есть studio slipper она еще больше ну и соответственно та же самая кабина но только с аэродинамическим колпачком на сверху но давайте выберем вот эту до капа c потому как есть там интересный тюнинг именно на крышу этой кабины по шасси у нас она 16 на 4 вот такой коротюсенький на самом деле вариантик кому даже w900 и будет поболее ну так вот по пропорциям на первый взгляд очень похоже на дефолтный петербилд и kenward и ну я бы еще добавил раму допустим немножечко удлиненную либо еще плюс ко всему studio slipper кабину побольше по двигателям естественно они у нас свои это sx и кэты покары то есть все то что сюда ставилась и ставится в реале даже каменцы у нас здесь есть она на единственное чего тут нет это детройт дизели да в принципе они здесь наверно и не нужны на kenward и их наверно ни разу то и не ставили в их жизни по звукам ничего сегодня послушаем я не знаю в принципе у нас все эти звуки одинаковые все они идут от одного автора то есть вот любой возьмите американский мод смысле мод на американский грузовик но это у нас австралия чистая но все равно один фиг собирается это все по лицензии kenward а который в америке то есть у нас стандартный набор да это камин скет с x в редких случаях пока ну пока он такой знаете своеобразный звучит по-своему да его интересно в разных модах почему-то он по-разному хотят одного автора все идет ну давайте поставим камин с 720 лошадный послушаем его по коробкам это у нас это фуллеры минималка 10 ступеней все это дублируется коробка с ретардером максималка восемнажка давайте я такая ставим по салону ровно такой же салон вот на первый взгляд да ровно такой же салон как у нас был и в 609 кинворте ну реально один в один на то есть и что касаемо выбора салонов да здесь все то же самое у нас просто меняется обивка в первом случае у нас она красная во втором белая в третьем серым ну вообще она не смотрится если честно поэтому давайте оставим красную по покраске кузова естественно поддерживается плюс ко всему в архиве вы сможете найти темплейт для того чтобы все это дело разрисовать и замутить свой собственный скин давайте в таком дефолтном красном цвете оставим по тюнингу то есть видно что до точек здесь много но на самом деле просто каждая точка отвечает за отдельную деталь и так если общее впечатление складывать тюнинг это на самом деле здесь и не так уж и много по колесным дискам нас их два это обычные хромированные и крашеные такая же ситуация у нас идет по колпачкам ступицы опять же непонятное мне действие то есть получается вроде бы как ступица то вот она да но тут у нас меняется полностью весь так скажем диск да то есть он может быть хромированным либо крашеным как показал ранее ну и соответственно гаечки то есть тоже либо хром либо краска своя собственная резина стоит континентал здесь у нас плюс ко всему на каждое крыло навешаны брызговички можно это сразу думаю сделать единственно что я бы еще наверно все таки сюда его добавил либо здесь ну не знаю крыло ниже делать смысла нет можно было его сюда подвешить потому что они у нас спереди на бампер тоже ставятся и здесь как-то ну такое плюс ко всему до сзади можно поставить у нас вот реально европейская задняя часть становится сразу потому что мне кажется что это взят с мерседеса абсолютно аналогичная ситуация по тюнингу у нас идет с крыльями то есть это опять же можно все полностью убрать то есть будет у нас вот такой бескрылый интересно кстати так выглядит смотрите да прикольник а вот что-то не хватает так ну давайте крашеные возьмем ok далее рама то есть она может быть черная либо в цвет кузова либо просто красная ноут цвет кузова будет смотреться логичнее потому что у нас все-таки он красный плюс ко всему сзади на спойлер можно навешать лампочки это понятно я думаю всем совершенно далее можно поменять боу и бампера горю топливные баки тут их очень много они есть круглые есть квадратные есть хромированные есть крашеные то есть самый оптимальный вариант если вот вы будете ставить круглые баки все-таки я советую ставить большие круглые баки то есть вот допустим я сейчас их выберу быстренько мы здесь с вами накидаем лампочек лампочек смотрите здесь много в сене л айдиш на и ну слушайте давайте может красные поставим они есть обычные как бы да вот есть прям конкретные такие светодиоды ну давайте такие да окей воткнем я думаю часто их ставить есть смысл или нет как вот вот вы кстати как ставите напишите в комментариях то есть если вот и есть у вас возможность да налепить лампочки ставите ли вы их часто либо ставите их через одну просто будет реально интересно почитать посмотреть ну и плюс ко всему время занял да пока я их лампочки эти навешивал пока оставлю только с левой стороны а потом уже вне записи поставлю справа чтобы просто время не тянуть далее давайте мы плавно переключимся на крышу заместо того колпака который мы не выбрали мы сможем поставить и такой-то реально спойлер не знаю зачем он нужен если честно ну и плюс ко всему вот такой вот так скажем рассекатель воздуха далее у нас есть три вида дыма но я его не ставлю потому что сморится крайне неестественно он постоянно тупо валит из выхлопной трубы дальше три пресета у нас идет с дуделками все думаю как назвать то господи по зеркалам у нас опять же идет три варианта либо вы можете свои сюда предустановить лампочки которые есть в наборе либо уже с предустановленным дефолтным набором оранжевых лампочек вы будете катать давайте-ка я на на и сюда тоже красные на лампочки прицеплю здесь они у нас видите уже будут все стоять вертикально и это очень очень даже неплохо смотрится вот интересно как это все будет выглядеть в игре потому что ну тут на хром смотришь вот реально какой-то матовый в игре это просто какое-то зеркало не знаю видимо так настраивают плюс ко всему да у нас также можно поменять воздуха на можно чисто австралийскую такую знаете тему сделать поставить вот эти огромные воздухозаборники но эту тему я не приветствую мне это не нравится этот стиль и поэтому я наверное что сделаю я наверное возьму вот такие крашеные с опять же с думе сами куда это все можно будет воткнуть опять же поставим на красненькие чтобы все у нас было в один цвет строком вообще кстати прикольно да то есть самые такие популярные по всей видимости цвета лампочек взяли и вот так вот у нас получается что как бы окей почему они оранжевые когда здесь написано красные ладно ок 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 также у нас ставятся хромированные зеркала это понятно несколько вариантов у нас идет оформление решетки радиатора но то такое на самом деле опять же с 609 насколько я понимаю у нас идут украшения фигурки на капот решетка вот это мне нравится больше более такой знаете классический стиль плюс ко всему несколько вариантов у нас идет кенгурятников еще ниже у нас идут ну своего рода такие украшательства на фары вот эти козыречки очень классно смотрятся по непосредственно бампером их тут опять же очень много они есть и с табличками оверсайз и просто крашеные просто крашеные с хромом то есть здесь реально вы найдете то что вас интересует ну давайте оставим такой плюс ко всему да здесь можно лампочки опять же всячески под навешать и таблички оверсайз салот и тому подобное но как-то надо я не знаю учитывать все это потому что ну видите как-то криво не все стают непонятно далее что я еще пропустил я пропустил смену выхлопных труб это у нас зеркала все конечно же слетела окей вот они наши замечательные выхлопные трубы давайте оставим такие ну и в принципе по внешечке то у нас все давайте посмотрим быстренько тюнинг салона что у нас тут есть это у нас зеркала эта табличка водителя также у нас поддерживается смена рулей поддерживается и dlc с рулями что самое главное плюс ко всему окантовка приборов у нас идет давайте оставим золотистую чет мне так захотелось также у нас меняется обивка обивка так скажем текстура приборной панели плюс наверху это все меняется ну давайте давайте вот такое дерево потемнее выберем здесь это понятно это с внешки у нас хватается брызговики тюнинг сидения далее у нас опять же какой-то брызговик где-то ставится еще один то есть видимо это мне что-то пропало меняется текстура пола но и плюс тут можно да вот и сисла что-то сюда кинуть в остальном все осталось практически то же самое а вот единственное что я вам еще не показал это солнцезащитные козырьки друзья и антенны кстати да следующего рода у нас есть солнцезащитные козырьки три вида антенн но самое вот интересное как по мне это на крепление зеркал боковых далее здесь у нас санвайзера идут но это солнцезащитные козырьки можно установить сюда тюнинг от сисла если вы имеете это у нас выхлопная система навигатор вот что самое интересное нафига он там нужен вот реально нафига вот просто я не понимаю ладно давайте оставим все так как есть на этом месте защита от камней тоже на самом деле не очень понимаю зачем она тут нужна тюнинг от сисла у нас сюда отдельно прописано правое зеркало здесь предметы на приборную панель ну и соответственно здесь у нас табличка водителя все друзья в принципе весь тот же самый набор тюнинга который мы видели в 609 кинворте он остался здесь ну салоны в принципе идентичные ну что друзья вот такая получилась первая часть обзора напополам я собрал эту машинку сейчас я так более-менее подсоберу поставлю лампочки возможно цвет поменяю потому что здесь у нас оранжевая в общем займусь мелкой детализации ну и во второй части обзора мы уже с вами на нем прокатимся так что не переключайтесь итак друзья ну что погнали вторая часть обзора я уже выбрал себе трейлер такая красивая бочка жалко нет чисто хромированной очень круто смотрелось и так по салону в принципе на вся анимация здесь абсолютно то же самое что и было в 609 шагалки у нас по-прежнему нет абсолютно тот же самый у нас механизм работы дворников соответственно с внешки это конечно же все так же будет работать зацепился я полностью лампочками все очень очень ярко блин но прикольно смотрится согласитесь вот 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 что что американские тире австралийские траки вот с кучей лампочкой вкус кучей лампочек они выглядят просто офигенно и так запускаемся все у нас там заработало все абсолютно то же самое и так сдаем назад нас кстати обратить внимание анимированные брызговики но к сожалению не анимированные антенки это помню только у жеки рудакова на фрейдлайнере с моей подачи эти антенны стали анимированы ну то такое так супер у нас не зацепляется за дефолт что ли я просто через f9 ставился по моему если не ошибаюсь 609 у нас такие же понты были друзья по моему то же самое что еще заметил нет мигалок вот самое такое отвратительное да вроде бы как бы у нас такой трачок крутой весь звук классный таком валит он вообще наваливает кинвортик все но нету мигалок опять этот пищащий звук поворотников не понимаю зачем они такое делают если честно так ну что выезжаем с базы drive safety нам пишут или safely ну собственно без разницы это переводится все равно одинаково так ну что выезжаем машина у нас длинная поэтому нужно нам чуть-чуть как бы зайти сюда убедиться в безопасности маневра так у нас там перед перекресток закрылся переезд точнее шо поехали на то же самое все друзья ну реально то же самое абсолютно хочу кстати посередине за прибор вот этот нафиг он нужен чего он обозначает я не могу понять не он на нуле стоит тот же самый kenner друзья абсолютно моторный тормоз такой engine break он же мягкий такой он не орёт он плавненько так работает просто бурчит здесь у нас обратите внимание бортовой компьютер все то что нужно показано плюс ко всему есть навигатор печка ну или что-то типа круиз-контроля радио да в этой машине есть все чем еще надо вот вот чё вот вам еще надо от этой машины здесь есть все вот серьезно здесь есть все кстати плюс ко всему да у нас конечно же у нас регулируется руль по наклону у нас регулируется по вылету ну все круто друзья что вам еще надо вот смотрите да здесь еще коробка у нас текущая появилась но там конечно это нафиг не надо по идее чтобы она отображалась вот честно лучше бы просто сделали заглушку за заглушку с черным квадратиком вот серьезно ну что друзья вот так вот в пути наверно сегодня мы с вами закончим тест драйв этого замечательного кинворта напоминаю что ссылочку можно найти как всегда в описании переходите скачивать и катайтесь на сейчас у меня 50 фпс в игре то есть ну еще плюс ко всему мы находимся в городе я думаю это вполне себе нормально но да конечно на слабеньких системах все это будет очень очень сильно лагать все так друзья спасибо за просмотр не забываем про лайк подписку и колокольчик ну а с вами был алексей желаем всем хорошего настроения всем огромной удачи пока увидимся удачи